Приветствую вас, друзья мои! Так как в Риме этим летом многие главные достопримечательности закрыты на реставрацию, идет активная подготовка к юбилейному 2025 году, предлагаю вам сегодня прогуляться по дворцам Рима. Каждый, кто бывал в Риме, конечно же, посещал площадь Навона. Это одна из прекрасных площадей Рима – гостиная города. Потому что здесь собираются местные жители и гости вечного города, чтобы насладиться красивыми фонтанами, посидеть за столиком с бокалом аперитива или просто хорошо провести время. Площадь Навона большая, в форме вытянутой канцелярской скрепки. Она повторяет форму стадиона Домициана, который был построен здесь 2000 лет назад. А трибуны стадиона послужили фундаментом для всех зданий, которые находятся на площади. Когда мы с гостями вечного города приходим на площадь, я рассказываю интересные истории про папу Иннокентия X, про его невестку Олимпию и про строительство фонтанов. Но сегодня, дорогие друзья, мы зайдем с вами еще и во дворец Памфили. С 1960 года во дворце Памфили находится посольство Бразилии, а также здесь расположены Дом Бразилии и Итало-Бразильский культурный центр. Попасть во дворец Памфили очень сложно, но возможно. Вход бесплатный. Билет обязательно нужно бронировать заранее. Гид набирает в группу не более 20 человек, и экскурсия проходит два раза в неделю на итальянском и английском языке. Снимать было нельзя, так как гид хотела, чтобы мы внимательно слушали ее и не отвлекались на фотографии и съемки. И было разрешено снимать только в одном единственном зале, но в самом красивом, в котором мы сейчас и находимся. В середине XV века семья Памфили, переехавшая из Губио в Рим, приобретает небольшую резиденцию на Вея де Санта-Мария де Ланима. В XVII веке, еще до того, как Жан-Батиста Памфили стал папой Иннокентием X, Памфили начали постепенно объединять свои владения, чтобы построить большой дворец. Летом 1644 года умирает папа Урбан VIII. Кардиналов закрывают в Сикстинской капелле для избрания нового папы. Конклав 1644 года проходил с 9 августа по 15 сентября. И вот, наконец, был избран новый папа. Он вошел в историю под именем Иннокентий X, и его племянник Камило Памфили сразу же получает кардинальскую шапочку. Папа Иннокентий X правил церковью вместе со своим племянником. А мать кардинала-племянника Олимпия была советницей папы. 15 сентября был избран новый папа, и этой же осенью в 1644 году Олимпия со своим сыном-кардиналом Камило Памфили купили земли на площади Нагона. И у Олимпии была идея объединить все, все владения семьи Памфили в один большой дворец. И самая заинтересованная в строительстве комплекса была Донна Олимпия, невестка Иннокентия X. Ее муж был старшим братом Иннокентия X. Он умер в 1639 году. У Олимпии было двое детей, дочь и сын. Но ее так часто видели с братом мужа, Джан Батиста Памфили, что поговаривали, что сын Камила Памфили от брата, то есть от будущего папы Иннокентия X, а не от мужа. Но правды мы, конечно, никогда не узнаем. После завершения всех работ над Большим дворцом, в котором мы сейчас находимся, Иннокентий X отдал его Олимпии, жене своего брата. 23 зала, украшенные фресками, находятся в этом дворце. При строительстве дворца в качестве часовни была присоединена церковь Святой Агнессы. Архитектор Франческо Барамини был приглашен в качестве консультанта по строительству. 17 век стал веком, когда площадь Навона приняла свой нынешний вид, став элегантной площадью, которую украшают архитектурные шедевры. Папа Иннокентий X стал рассматривать площадь, как своего рода частный двор. И для украшения этого двора, ну а для нас это сейчас площадь, были приглашены самые величайшие мастера 17 века. Здесь работал Джан Лоренцо Бермини и Франческо Барамини. Самый известный фонтан – фонтан четырех рек, работа Бермини и его учеников. И церковь Святой Агнессы, построенная по рисункам Барамини. Олимпия родилась в Витербо и происходила из бедной семьи, но она поражала всех своим интеллектом. По меркам того времени ее считали женщиной с мужскими вкусами. Любила ездить на охоту, очень любила плотно покушать, была жадная к власти и деньгам. Олимпия вышла замуж по расчету и всегда получала все, что хотела. И ее даже часто называли современной Агриппиной. Мраморный бюст Донны Олимпии, вырезанный Александру Альгарди, сегодня находится в галерее Дория Памфили. Однажды моим туристам я рассказывала историю про Донну Олимпию и упомянула, что ее бюст находится в галерее Дория Памфили. И они тут же вспомнили его. А, это та самая кобра! Как же они точно ее охарактеризовали? Но как же Олимпия, родившаяся в бедной семье в Витербо, попала в Рим? Сейчас я вам расскажу эту историю. Пока я буду рассказывать вам про Донну Олимпию, предлагаю вам рассмотреть фрески гениального художника эпохи барокко Пьетро Дакартона. Олимпия родилась в городке Витербо в 1591 году. Семья была многодетная, и так как в семье не было возможности собрать приданное для дочерей, их решили отдать в монастырь. А сыновей оставили для того, чтобы они помогали родителям. Олимпия была очень характерной девочкой. И вот однажды, любыми путями она решила выбраться из монастыря, обвинив служителя церкви в сексуальных домогательствах. И ей это удалось. Родители забрали ее из монастыря. И в 16-летнем возрасте выдали замуж за богатого и пожилого человека, который через три года умер, оставив ей большое наследство. Так Олимпия стала богатой и свободной женщиной. Она решила поехать в Рим и в аристократических кругах найти себе нового мужа. И уже через несколько лет она вышла замуж за 50-летнего знатного римлянина Памфирио Памфили и окончательно переехала жить в Рим. В 20 лет жизнь Олимпии изменилась. Из провинции она переехала в Рим, и теперь она в высшем свете. Конечно же, это был брак по расчету. Она вошла в одну из важных римских аристократических семей. Но в тот период в семье Памфили были денежные проблемы, и этот брак был выгодной сделкой как для Олимпии, так и для ее мужа Памфилио Памфили. Олимпия была не только характерной, но и властной женщиной. И в то время она уже посматривала на брата своего мужа Джованни Батиста, который поднимался по карьерной лестнице Ватикана, он был кардиналом. И уже тогда в голове Олимпии созрел план, что ее родственник обязательно должен стать папой, и тогда она сможет править Римом. После смерти папы Урбана VIII Олимпия тут же пускает в ход деньги от первого брака. Она проплатила кардиналам за то, чтобы они отдали свой голос за кардинала Джованни Батиста Памфили. Так был выбран новый папа. Который вошел в историю под именем Иннокентий X, что в переводе означает «невинный». Перед нами бюст папы Иннокентия X, работа скульптора Бернини. На многих бюстах, выполненных Бернини, можно заметить недозастегнутые пуговицы. Вы когда-нибудь обращали на это внимание? Олимпия всегда находилась рядом с папой, и поэтому ее стали называть Папессой. Все, кто хотел обратиться к папе, должны были обязательно пройти через Олимпию. Сначала отдать поклон Олимпии, а потом уже с ее разрешения попадали к папе. Она очень любила, когда к ней приходили с подарками, когда в дверь стучали именно ногами, потому что руки были заняты. А если к ней приходили с пустыми руками, она еще могла подумать, пускать ли этого человека к папе или сразу же выпроводить из дворца. Таким образом, за 11 лет правления папы Иннокентия X, Олимпия разбогатела еще больше. В следующем 2025 году в Риме будет юбилейный год. Он проходит каждые 25 лет. В этот год в четырех базиликах Рима Папа Римский открывает цветы и врата, через которые в течение года будут проходить паломники и очищаться от грехов. На экскурсиях по Риму я очень подробно рассказываю об этом. На понтификат папы Иннокентия X тоже пришелся святой год – 1650. Юбилейный год проходит с XIII века и до наших дней. Обычно папа распахивает врата. А в 1650 году святые врата открывал папа вместе с Олимпией. В подарок для папы в юбилейный год Олимпия заказала подарок. Это был портрет. Над портретом работал Веласкис. Сейчас портрет Кисти Веласкиса находится в галерее Дория Памфили. В 1654 году у папы Иннокентия X ухудшилось здоровье. И 7 января 1655 года папа умер. Так вот, о смерти папы узнали не сразу. Олимпия скрывала его смерть в течение нескольких дней. За это время она собрала все самое ценное из дворца, погрузила в карету и умчалась из Рима, бросив тело папы на съедение грызунам. После смерти папы должен был состояться новый конклав, где выберут нового папу. И Олимпия боялась, что ее могут лишить всего накопленного состояния. Следующим папой был избран Александр VII, но это уже другая история. Папа Иннокентий X был похоронен в церкви святой Агнессы. А Олимпия, которая бежала из Рима, через два года умерла от чумы. Сегодня мы с вами побывали еще в одном красивом и интересном дворце Рима – во дворце Памфилии. Уверена, что не все смогут туда попасть на экскурсию. Но посмотрев это небольшое видео, у вас хотя бы будет представление, какой дворец внутри. Когда будете гулять по площади Навона, обязательно заходите в церковь святой Агнессы. Она великолепна! А сейчас, дорогие друзья, вы можете самостоятельно погулять по улицам Рима. На этом я буду прощаться с вами. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Делитесь им с друзьями и пишите комментарии. Следующее видео будет тоже очень интересное. Я расскажу вам немного про Муссоли и даже спустимся с вами в бункер, который был построен на Вилле Терлоне. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...